Доброе утро! Сегодняшнее слово это Филиппитин 2 глава 14-15 стихи Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди сраптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Это вот формула, фраза, все делайте без ропота и сомнения. Ну, я думаю, что это не всегда легко, не всегда легко. Очень много верующих, к сожалению, делают именно вещи с ропотом и сомнением. К сожалению. Здесь, если говорить просто о логике, ну да, о логике вещей, то, как говорится, если у тебя есть сомнения, если у тебя есть ропот, зачем ты делаешь? Если ты начал делать, то уж делай, пожалуйста, без ропота и сомнений. Это как, например, на работах. На работах очень часто люди жалуются. Я недоволен зарплатой. Я недоволен зарплатой. Мне мало. Ну, типа, если я не буду делать это, за такую зарплату я не буду заниматься этим. Но человек остается на своем рабочем месте. То есть, странно. Что это такое? Что это за вообще такой тогда, за вынос мозга, да? То есть, если ты здесь находишься, на этом месте рабочем, значит, ты согласился и продолжаешь соглашаться, работать на тех условиях, на которых тебе, ну, на которых ты вот здесь. Ты согласился на эти условия. Если ты чем-то недоволен, тогда у тебя есть два выбора. Либо пойти порешать проблему с руководителем, сказать, я получаю мало, хочу больше. Как мы можем это решить? Либо увольняться. Ну, просто. Если человек выбирает остаться, тогда, значит, получается, что он соглашается с текущим положением вещей. И тогда непонятно, откуда берется ропот. Вот. То есть, вот. Но люди часто проявляют ропот и на своих рабочих местах, и в своих жизнях. Вот с жизнью потяжелее, кстати говоря. С жизнью потяжелее, потому что, если работу можно поменять, в общем-то, не всегда это легко и так далее, но это можно вполне себе. То многие обстоятельства в жизни поменяются трудно. Или вообще невозможно некоторые вещи в жизни. Вот. Давайте сначала вернемся немножечко назад, откатаем назад, откатим назад. И попробуем представить, что такое ропот по своей сути. На последней домашней группе мы говорили о благодарности. И на самом деле, благодарность – это вещь, противоположная ропоту. Ну, и, соответственно, ропот – противоположность благодарности. И вот эти вот две противоположные штуки, два противоположных явления, что они являются собой по сути? По сути, ропот – это неприятие, непринятие того положения вещей, в котором оказался человек. А благодарность, наоборот, принятие. То есть, человек соглашается с Богом, даже если он иногда не понимает, что происходит, почему это происходит, почему именно с ним это происходит и так далее. Даже если человек не понимает, но по вере он начинает благодарить Бога. Потому что в первом послании филиппийцам написана такая фразочка короткая – «за все благодарите». То есть, иногда непонятно это, как за все благодарить. Но, да, важно благодарить Бога за все. Некоторые используют эту фразу странно, эту идею странно. Происходит какой-нибудь швах, там, кавардак у человека, ну, имеется в виду вообще, там, что-то плохое, грех какой-нибудь. И человек говорит – «Ну, слава Богу». Ну, не знаю. Может ли быть слава Богу от греха? Господь, конечно, может все обернуть себе на славу, себе во славу. Это верно. Но, как бы сказать, что-то тут не то, да? Но не будем вот эти всякие крайности брать. Давайте поговорим именно о вот этих вот вещах. Ропот – благодарность. Если благодарность – это принятие от Бога по вере просто того, что Он дает, то ропот, наоборот, это неприятие, непринятие, несогласие с тем, что Бог устраивает в твоей жизни, с тем, что Бог допускает в твоей жизни, с теми обстоятельствами, которые Бог благоволил тебе дать. И это, по сути, бунт. Я, Бог, не согласен с тем, что ты мне даешь. Я хочу по-другому. Я недоволен тем, что есть. Я считаю, что должно быть по-другому. Вот суть ропота. И человек начинает это выражать. Ну, есть гнев, да, открытое, как бы противление, бунт и так далее, против Бога именно. А есть ропот, такой бубнеж, скрытое недовольство. Ну, или там слабо выражаемое. Вот, то есть вот это вот есть ропот. Но, по сути, это одно и то же. Что это громко сказано, что тихо в своем сердце человек ропчет. Вот, опять, да, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, сколько можно, я прошу, прошу, Бог не дает, там, бла-бла-бла. Вот. Ну, и в разных это формах выражается. Иногда просто в сарказме может выражаться. Иногда в чем-то вот таком, ну, более тонком, как сарказм. Но, тем не менее, сути это не меняет. То есть ропот, это есть неприятие того, что дает Бог. Ну, и, соответственно, бунт, несогласие. Как же применить нам вот этот вот стик? Все делайте без ропота и сомнения. То есть Бог говорит, не надо, не ропщите. Если уж вы начали что-то делать, делайте это нормально. Это как пример с работы. Вот, другое дело, что жизнь не поменяешь так, как работу. С работой попроще. Вот, с занятостью именно. Но, тем не менее, у нас всегда есть выбор внутри нас. У нас всегда есть выбор, где мы перед Богом. В каком мы положении находимся перед Богом. Либо я буду находиться перед Богом в положении недовольного. Все время буду предъявлять Богу какие-то вот претензии. Либо все-таки я соглашусь с Ним и по вере скажу, да, Господь, Ты знаешь лучше. Какие у нас основания есть для этого, для веры? Ведь вера – это не просто самоубеждение. Вера имеет и дал узнаемый, имеет под собой какие-то разумные основания. И здесь мы, естественно, можем опираться на характер Бога. Опять мы понимаем, что если Бог есть любовь, что если Бог есть доброта, Бог добрый, человеколюбивый, то есть его природа такая. Суть Бога, его природа – любовь. Он не может поступать иначе. Понимаете? То есть поймите это вот как-то. Хотел бы прямо вот очень сделать сильный акцент на этой мысли, что если Бог есть любовь, то от Него можно ожидать только любви. Другого ничего от Него не будет. Понимаете? То есть это как, ну, простой пример опять с дикими животными, только обратный пример, отрицательный. То есть есть пословица – сколько волка не корми, все равно в лес смотрит. Потому что он волк. Как ты там не пригревай змею, как ты не грей ее, она тебя укусит однажды. Ну, имеется в виду какая-нибудь ядовитая змея. Потому что она змея. Она не может по-другому. Ну и так далее, и так далее, и так далее. С какими-то, даже не животными, а с какими-то вещами, тем более нельзя иначе. То есть если, не знаю, там, если электричество, вот оно такое, оно не может быть другим. Оно просто такое есть всегда. Поэтому, ну, это касается многих вещей, но это как пример невозможности изменить природу некоторых вещей. Вот точно так же Бог, ну, это примеры были отрицательные, Бог – пример положительный. Вот точно так же Бог никогда не меняет своей природы. Никогда. Бог, как написано, вчера, сегодня и вовеки тоже. Он вчера был Богом любви, он сегодня есть Бог любви, он и завтра будет таким же. И поэтому то, что приходит в нашу жизнь, то, что Бог дает или допускает, это всегда будет проявление Его любви к нам. Мы на домашке разбирали несколько сложных ситуаций, там, когда, ну, действительно очень трагичных ситуаций, да, когда дети умирали у родителей, там, и такие какие-то тяжелые моменты люди переживали. Но мы видим, что у нас были примеры перед глазами, когда люди, некоторые не переживали, не могли этого пережить. И на эмоциях совершали какие-то плохие поступки, глупости какие-то. Вот. Но так же были примеры того, когда люди, тоже находясь в таких вот, ну, очень тяжелых обстоятельствах, тем не менее, я не хочу говорить эту фразу, находили в себе силы, да. Когда они начинали благодарить Бога, они в своем сердце выбирали, то есть делали вот этот вот шаг навстречу Богу, они выбирали быть благодарными. И тогда Бог исцелял их жизни, и тогда Бог исцелял их сердца, и благодарность не была просто, как, знаете, как таким самоубеждением. Там, да, я благодарю, благодарю, ну, почему же так все плохо? Да, 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 я буду благодарить, буду, да, надо благодарить, мне говорят, что надо благодарить, почему так плохо, и так далее, и так далее. То есть не так, но здесь вот я показал пример, ну, уж насколько мог, извините, показал пример неисцеленного сердца, что человек какой-то внешний вид, сам себя пытается убедить, других пытается убедить, что у него все нормально, он, да, он благодарен Богу, а внутри все кипит, все клокочет. Так вот, Бог не так действует, Бог исцеляет сердце, так что благодарность становится естественным для нас. Вот, поэтому все делайте без ропота и сомнения. Почему? Потому что нам важно принимать от Бога, ну, самого Бога, таким, какой он и есть, и от Бога то, что он дает, и признавать это как лучшее для нас. Помните, ну, в Библии очень много таких вот слов на эту тему. Познавайте волю Божью, там, что есть воля Божья для нас благая, угодная и совершенная. То есть, смотрите, воля Бога для нас, которую Бог для нас приготовил, она для нас добрая, хорошая и совершенная. То есть, то, что Бог дает нашу жизнь, это благо. Если есть какие-то вещи, ну, естественно, мы, как сказать, вопросы-то иногда возникают, и важно эти вопросы направить в такое конструктивное русло, в положительное русло. То есть, просто-напросто искать волю Божью, написано, познавайте волю Божью. То есть, почему так, Господи? Не с ропотом, то есть, оно именно, ну, просто с просьбой объяснить. Помните два примера, когда Иисус, когда ангел был послан Марии сказать о том, что у нее будет ребенок, и когда Захарий был послан ангел сказать, что тоже у него будет ребенок. Вот, они задавали, ну, почти одинаковые вопросы, внешне. То есть, как один сказал, ну, как так-то я уже старый, там, и так далее. И Мария сказала, как это будет, ведь я даже мужа не знаю. Но смотрите, какие разные у них были последствия. То есть, ангел Захарий сказал, Захарий, ну, ты просто вообще, ты просто припух. Я говорил, предстоящий перед Богом, как ты можешь мне не верить? Вот, то есть, ты Захария вообще краю не видишь. И поэтому Захарий был поражен немотой до момента, когда исполнится Божье Слово. А Марии, обратите внимание, архангел объяснил. Он сказал, ну, вот это будет так и так. То есть, вот, Дух на тебя со Святой сойдет, и ты будешь, и ты зачнешь от Духа Святого, не от мужа. То есть, смотрите, одного Бог поразил, другому начал объяснять. Ну, через ангела. Поэтому мы видим, что одни и те же слова, одни и те же вопросы могут задаваться Богу с разным сердцем. И это нормально, когда мы Богу задаем вопросы. С сердцем, которое желает знать Его волю. С сердцем, которое уже приняло решение покориться Богу. И просто, как, ну, мы же не можем отключить голову. Вопрос это есть все равно. И мы можем, естественно, задавать Богу вопросы. Это нормально. Но когда в сердце ропот, когда в сердце неверие, неприятие от Бога, вот это проблема. Как у Захарии, да, к которому Гаврил сказал, Захария, ты, ты вообще, ты что, у меня просто нет слов, Захария. Ты просто припух вообще. Ну вот. И поэтому давайте посмотрим наши сердца. И на самом деле, обратим внимание на то, как мы живем. Как мы относимся к тому, что Господь делает в нашей жизни. Важно искать воли Божьей, благодарить Его за все. И, как написано, сиять среди строптивого и развращенного рода в этом мире. Отец наш Небесный, научи нас, пожалуйста, справляться со всякими трудными обстоятельствами. Не роптать в них. Но размыслить, покориться Тебе и благодарить Тебя за все то, что Ты делаешь в нашей жизни. Молю Тебя, Господь, чтобы мы не спешили с эмоциями, с выводами, Господь, не спешили выплескивать из себя все, что в нашем сердце есть. Но дай нам, Господь, быть сдержанными, тихими, Господь, перед Тобой. И познавать Твою волю, покоряться Тебе. Мы прославлены Тебя, Твоим Иисусом Христом. Аминь.